Сфера будущего и стать частью, у которой можно уже в настоящем. Идеальную модель школы ульяновским мальчишкам и девчонкам представил министр цифрового развития страны Максут Шадаев. Сегодня он с рабочим визитом прибыл в регионы. Первым пунктом деловой программы стал учебный центр для школьников при техническом университете. Игорь Кранцев продолжит. Работает все дни недели. Здесь занимаются 500 человек, самые младшие из которых ученики начальной школы. Как раз с их аудиторией и начинается экскурсия для министра Шадаева. Сколько уже занимаются? Полгода. Ну и как нравится вам? Да. Учебный центр при техническом вузе – это своеобразное связующее звено между школой и вузом. Даже самые маленькие ребята уже получают те знания, которыми и родители у многих не обладают. Столичный гость, наводя справки об изучаемых языках программирования и преподавателях, похоже, остается доволен. Трудно очень создать такой центр образования детей. Просто вот если есть вокруг только школы, то только в северном поле. Без школы не могут быть. Поэтому я думаю, что там один старший учитель. То есть преподаватель для университета здесь больше? Да, в том числе здесь наши аспираторы. Я скорее не министр, а айтишник. А поэтому зовите меня не по имени-отчеству, а просто Максут. Начинает гость так называемый урок цифр для старшеклассников. Модератором встречи выступил депутат Госдумы Владимир Кононов. В ходе диалога, в том числе посредством видеосвязи, разговор о школе. В школе будущем. То есть наша идеальная модель, когда вот в классе есть Wi-Fi, значит, есть проектор, есть учителя планшет, соответственно. И учитель все может спокойно, достаточно быстро показывать, прям с планшета на доске. Уже после, на выходе из аудитории, столичному гостю предлагают оставить автограф в специальном месте и обязательно с пожеланиями. Что Максут Шадаев с удовольствием и сделал. Больше молодежи в АйТи. Именно такое пожелание в стенах Ульяновского учебного центра оставил федеральный министр. Впрочем, в Ульяновском АйТи-Кубе при техническом университете шутят. Учебное заведение появилось менее года назад, а свободных мест здесь практически не осталось. Значит, интерес к АйТи-образованию растет в Кубе. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.